добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о дисциплинировании и сегодня мы наконец-то дошли собственно до наказания хочу сказать что детей наказывать необходимо не можно или нельзя а необходимо об этом говорит священное писание об этом говорит логика и об этом говорит здравый смысл однако противники наказания детей а в основном это женщины и гомосексуалисты говорит о том что позиция которую выражают противники наказания эта позиция не мужская эта позиция не патриархальная эта позиция давайте так модернистская надиктованная новыми сексуальными веяниями и так далее причем женщины которые поддерживают эту теорию отсутствие наказания это скорее всего феминистки женщины которые борются за свои права что в нашей стране для меня совершенно непонятно если вы не знаете то в белоруссии 70 процентов должностей начальников занимают женщины зарплаты у многих женщин гораздо выше чем мужские и при этом женщины продолжают бороться за какие-то свои права я думаю что придет время и мужчинам это надоест и тогда будут проблемы обратного порядка и действительно кому-то потребуется отстаивать свои права но мы говорим о наказании наказание необходимо если мы с вами не будем наказывать детей за плохие поступки то мы тем самым закрепим вы знаете такую матрицу модель безнаказанности недавно кстати у меня был один очень интересный разговор с одной феминисткой которая говорил что детей бить ни в коем случае нельзя они травмируются психика страдает и так далее мы разговаривали о том что детям нужно все объяснять детям нужно объяснять что они не так сделали дети поймут и так далее знаете что меня во всем этом разговоре постоянно смущало не смущало то что у меня есть четверо детей а в этой женщины вообще нет детей но она лучше меня знает насколько травмированы дети потом в ходе разговора мы поняли ну вернее я понял что у нее очень негативный опыт с отцом он был деспотичный он не понимал природы власти он показывал ту власть которая не является вообще властью и так далее и она как бы распространяет этот опыт на на все сферы жизни и прежде всего я хотел бы вот знаете как отец у многих в первую очередь на на женщин да и наверное мужчин попросить прощение от лица всех отцов за то что мы не всегда бываем адекватными не всегда бываем правильными не всегда являем вот тот образ отцовства которые должен не всегда проявляем любовь очень часто нас нет рядом когда мы нужны но знаете невзирая на это я говорю о тех вещах которые должны быть и они правильные я не верю в наказание без любви я не верю в это совершенно и поэтому когда я говорю я говорю с позиции позитивного опыта и хочу чтобы этот опыт распространялся и так мы должны наказывать детей говоря тем самым о том что плохо будет наказано хорошо будет в обязательном порядке поощряться и так мы должны наказывать наших детей мы должны вернуть эту модель и узнаете но не делать это единственным вообще наверное способом взаимодействия там папы с ребенком это одна из крайностей сегодня кстати очень многие мужчины да и женщины тоже они сводят весь по вообще весь весь процесс воспитания именно к наказание это неправда